Друзья мои, всем привет! Вы снова на канале Мусорщик, с вами Витек на связи. Этот YouTube канал про свалку, про находки на свалке, про заработки денег из мусора, про платы, про людей, которые живут на Минской свалке, где-то там в лесочке, одни на Атшибе. В общем-то, все о свалке и о жителях свалки. Ребят, как-то в прошлом своем видеоролике я сказал, что с утра я заехал в лес проведать жителей свалки, а именно Лену, и она мне поведала страшную тайну своей жизненной истории, своей жизни, истории. В общем, не знаю, как это правильно назвать. Собственно говоря, сегодня об этом будет наш видеоролик, и я вам хочу показать вот эту вот именно жизненную историю, страшную жизненную историю. Ну и вообще, ребята, я после того, как послушал, что хочется сказать. Перед тем, как что-то отрезать, надо 7 раз отмерять. Ну вот такая вот типа мораль, да? Все, давайте переходим к видеоролику. Вы пока ставьте лайк, подписывайтесь. Погнали! Лена, привет! Витя, привет! Что-то ты мне хотела рассказать. Видишь, я тебе звонила? Да. Чтоб ты ко мне подъехала. Я хочу рассказать тебе, как оно было, все насчет дядьки своего, так? Это когда ты была молодая? Да, мне было 12 лет. Это что ты рассказывала историю, за что ты первый раз села в тюрьму, правильно я понимаю? Да, 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 да. Ну, я ее как бы уже слушал, эту историю. Нет, я ее неправильно послушал. Я немножко обманула тебя. Ну, давай, расскажи, попробуем еще раз, давай. Вот. Я пришла, короче, в квартиру. Угу. С магазина. У меня ребенок плачет. А у моего дяди, у родного, женщина появилась. Угу. И он послал себе в комнату ее. Ты зашла во время этого всего? Да, у меня ребенок плакал, он на хвостю висел. Как это на хвостю висел? Свободно, потому что у меня ребенок плакал. Я попросила у дяди, чтобы он присматривался за ним. Угу. А он не просмотрел, он себя болялю нашел. И что там было? Чего? Трахались, похоже. Угу. А ребенок плакал мой. Я зашла. А у моего ребенка, ребенок мой на хвостю. Как это на хвостю? Я не понимаю. Как это ребенок висел на хвостю? Вот стояк, где хвостик. Угу. Вот где разом. Ему, а ему было год и восемь. И он его вот так вот, просто подвесил, как бурати. А сам что делал? А, что он? В спальне закрылся с девушкой. Так. И что дальше? Заходишь ты. Нет, они закрылись на школу. Я разбил стекло. Угу. Я говорю, зачем ты моего ребенка посадил? Разбил стекло. А они сюда болели, трахались. Я их спрашиваю. Я говорю, за что-то моего сына присадил на гвоздь. Он говорит, присоединяйся рядом. Да ты что? О, да. Это родной дядька? Да, родной дядька. Я говорю, хорошо, сейчас пойду, присоединись. Я говорю, в ванну схожу и приду. Я и пришла. И пиздец, и мандицы. Что было дальше? Пять и шесть раз вилкой. Дядьку? А, кого? Племянница будет пролохать на траходром. Выжил он после этого? Нет. И тебя? А что, вот в той истории ты, кстати, так и не дорассказала. А, и что, порола ты его? Да. Вилкой? Да. И дело в том, что понимаешь, Виса, ему надо было ловлять сразу в больницу, в больницу. А он отиспугал, что я вилкой его пизданула. Он в холодную воду, а в легкое попала жидкость. Вот это вот и все. А как дальше? То есть, я вообще, я вот ничего не понимаю. Ты заходишь, пропорола дядьку пять-шесть раз вилкой. Да, дух его, зубой. Потом вы что, поулыбались друг к другу, и он пошел в ванну? Кому? Как дальше развивались? Какое? Так как дальше было? Куда я улыбалась? Я не улыбался вообще, если бы не вовремя, бабушка моя покойная, блядь, не подскочила бы. Я бы его... Расцепила вас бабушка? Бабушка моя. Его мать, это моя бабушка родная. Понятно, он пошел в ванну. Которая меня же дома забрала. И он пошел в ванну. Он пошел в ванну. А ты куда пошла? А я сыну своему скорую вызвал. Дичайшая вообще история просто. А я сыну... Так ни хрена себе, моему сыну позвоночек высокого как нохач не хватило, блин. Да, это самое, блядь, да, спинного мозга, блин. Как тебя принимали, ты помнишь? Куда? В ментовку? Да. Вот после всей этой ситуации. Вообще, подожди, приехала скорая? Приехала в областной больницу. Моего дитенка, я тебе расскажу. И сли на тачке, на животике. На животике. А я сидела. Уже были менты, все. Еще Учискова молодец, блин. Я забыл фамилию Учискова. Тя сразу забрали? Нет. Нет. Я сказала, говорю, пока моего ребенка с операцией не привезут, я не уйду. Я там коляски ворочила. Все ворочила. А мне что понравилось? Ребенка моего везут, ну, на операцию. Ну, засывать это, ну, вот его шои. А он такой, а я стою плачу. Ну, не то, что я знала, что мне за криминал будет. Блин, пиздец, повесить дитенка на гвоздь, это вообще. Так я тебе говорю, о чем я, о чем я говорю. Мне не то, что этот дядька хуепляшка. Подожди, вы в больнице, а дядька где остался? Дядька вообще увезли, нахуй. На скорой тоже? В другую в больницу увезли, блядь. Жесть. Таракальное отделение в Белицу, в Белицу. Таракальное. Потом тебя посадили после операции? Нет. Не посадили? Нет. Мне дали под расписку, под расписку. Ну, как я мать-одиночка была, меня под расписку. Я ребенка еще из больницы забрала, блин, я еще его навещала. Он знает что, вот, Витя, вот честно, блядь, вот клянусь себе всеми святыми. Его везут на больнице, он видит, что я плачу, а его на животике везут. А он такой смотрит на меня, ну, видно, что температура уже, ну, щечки красные. Он говорит, мама, не пач, не не бома. Ты представляешь? Представляю. И я тогда в участковом, ну, и Сельдак уже там был, уже все приехали, говорит, ну. Я говорю, ну, давайте забирайся. Я три дня на ИВС побыла. Ну, тогда не ИВС, а СИЗО было. Ну, тебя забрали все. Меня забрали, нет, меня отпустили потом, на третий суд. Меня, говорит, прокурор отпустили. Потом после суда уже посадили, суд был. Сколько дали? Прокурорца просила 15, 12 дали. Ну, после тюрьмы ты же вышла, тоже, как бы, работала уже, как-то. Естественно. Налазовала. Тюрьма жизнь сильно поломала? Не, ну, естественно. А как ты думаешь, 20 лет, ИВС-42 освободится? Как ты думаешь? 12 лет от звонка до звонка? Да. И как ты думаешь, весь, все молодец. Стычки в тюрьме были вообще? Это женская все-таки тюрьма. Ну, она Анатушкина. Бывало. Всякая была. Да. И в СИЗО было. Что самое страшное в тюрьме было? В тюрьме? А ничего. А вообще, вот сейчас уже жизнь прожившей практически, да, вот полжизни прожившей, вот такие вот события произошли, вот только честно так, не кривя души. А садей нам вообще, как бы, жалеешь, что так вот тогда, что тогда так произошло? Что сына потеряла, да. Сейчас бы так не делала? Не делала бы. Не, за сыну пошла бы в огонь и воду. Если бы еще раз... А скажи честно, вот тогда в 20 лет, вот всей той ситуации в квартире и до того, ты выпивала? Нет. То есть это все было по-трезвому? Это было все по-трезвому. У меня даже вообще, я не выпивала. Я вообще не выпивала. Я даже запах пива не имел, я не выпивала. Нет, не в тот момент, а вообще в жизни, ну так вот. Нет, это наслободился, пришло выпивать. После, уже после тюрьмы стало пить. Уже после тюрьмы все пошло под откос. Да, ведь. Вернуть все назад совсем бы по-другому действовало, да? Поверьте мне. Что тогда, что тогда с этой вилкой? Ну что это у тебя вот было? Ну как-то вспышка, агрессия. Что произошло? Почему? Почему ты так поступила? Сама вот себе на этот вопрос отвечала? Отвечала. А что ты делал? Если ты приходишь домой, этого ребенка висит. Я не знаю, что бы делал я, но видишь, я тебе задаю вопрос. А я к тебе отвечаю. Ты говоришь, ты бы поступила по-другому, ты говоришь да. Но в тот момент ты поступила именно так. А я поступила так, как мне нужно. Я выносил этого ребенка. Я, я и страдала. Все. Мне кесарь его делали из-за ребенка, бля, понимаешь? А сейчас не обидно, что... Ребенок от меня отказался. Да, да. Что жизнь такая вот прошла штука, да? Скажем так. Кстати, немножко. А вот сейчас Ваня непонятно где, непонятно что. И как бы, ну не знаю, как там. Мама не нужна. Уже походу. Просто вот я всегда задавался вопросом, вот люди живут жизнь для чего-то, дом строят, там, не знаю, что-то, бизнес какой-то делают. Говорят, вот детям останется детям, а дети потом по финишу берут и все продают. Вот человек жизнь положил, как и у тебя. А он квартиру продал, он квартиру продал. Продал твою квартиру? Да. На процент сентября он продал квартиру. А маме даже не то что, даже рубль не дал. Ну ты же после тюрьмы общалась с ним, то есть как-то отношения были налажены? Вообще налажены. А почему он продал квартиру, что случилось? А? Что случилось, что квартиру продал? А у него друзья хорошие появились. Наркота? Ну я не знаю. Ну как думаешь сама? Похоже да. Там и Леша, который тебе... Его фотографии посылал, так? Ну-ну-ну. Он тоже наркоман. Кошмар. Тяжелая история. Тяжелая. Скажи сейчас, вот честно, так вот, только искренне. Там не ради видео вообще, в принципе. Вот собираешься вообще что-то с собой делать? Бросать бухать или что? Или ну и в нафиг. А я, кстати, и... Или будешь тут просто доживать свой век? Планируешь отсюда уезжать? Домой к тебе? Планирую. Честно, планируешь уезжать? Планирую. Ну вот, более года с тобой общаюсь, да? Честно говоря, с каждым разом вот все хуже и хуже выглядишь. Серьезно. Я знаю. Я думаю, что... Так... Блин, у меня 51 год, походу. Ну и водочка, походу. Да добра-то не довозит. А водочку я покупаю в магазине, в городке. Так неважно, где ты ее покупаешь. Вопрос, сколько ты ее потребляешь. Я же вино не пью. Завязывать не думаешь? Чего? Тремельце я не покалываю себе полностью. Что сорвалось? Я уже тремельце вообще не покалываю. Чего сорвалось? Чего? Потому что мы сказали кое-что. Опять душевные обиды? Да. Позвонила домой соседу. Говорит, Ваня твой бухает вообще. И тут задумалась, не для того ли я его растила, да? Нет. Не в том смысле. А что? Растила. Как я его растила? Я все до нас летал был. Где я его растила, блин? Ну, бабушка. Бабушка? Бабушка. Бабушка, да, она сюда в Минск приезжала. И может, я же инвалидный. Ну, она сумела. Это моя бабушка, его прабабушка. Ага. Вот. Когда у меня бабушка позвонила, ну, мне с мужем было звонить туда, блин. Ну, кого деньги на счету, ну, с женой. Вот. Я позвонила бабушка, говорит, убийца, мне больше не звонил, тебя детенка забрали и больше не вернули. Я говорю, если моего детенка не будет в доме, значит меня не жди. Я ее вообще не полгода. Я звоню, мне говорят, хрестный, своей звоню, хрестный, говорит, Лена, говорит, мы не знаем, где бабушка. А она сюда, оказывается, приехала в Минск, у нее где-то подруга, блин, ой, я забыла улицу уже, блин, подруга. Они через эту самую сделали, ну, чтобы опекунство ей, бабе, дали. Вот. И она тогда приехала ко мне на свиданку. И пиздец, сказал отец. Короче, Лена, тяжелая душераздирающая история, но я тебе желаю бросить пить. Слушай, ты красивый, бля, скачина, блядь. Страшная история, страшная жизнь на самом деле. Вот. Не допускайте, друзья, в жизни ошибок. С вами был Везет Мусорщик. Напишите комментарии. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Не судите и не будете судимы. До новых встреч. Всем пока.